Фашисты называли его черной смертью, а конструкторы – летающим танком. В Самару прибыл легендарный штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны. Встал на крыло. Сегодня с аэродрома Самарского завода «Авиакор» взлетел самый массовый боевой самолет в истории. Единственный летающий штурмовик Ил-2 провел в небе над городом несколько минут. Его выпустили в далеком 42-м году во время Великой Отечественной войны в Куйбышеве и подбили год спустя в ноябре 43-го. Во время штурмовки немецкого аэродрома Луастари самолет не получил повреждения от зенитного снаряда. И, не долетев несколько километров до аэродрома, сделал вынужденную посадку на лед. Летчик и стрелок вернулись в воинскую часть. Самолет затонул в озере. В 2012 году боевую машину нашли на глубине 20 метров. Ее благополучно подняли со дна и отправили в Новосибирск, где реставрировали на протяжении пяти лет. Машина – это напоминание подвига величия наших летчиков и величия наших авиастроителей. Экипаж самолета на аэродроме встречали аплодисментами. Пилот вывел машину на взлетную полосу, и штурмовик оторвался от земли. Члены экипажа уверены, восстановленный Ил-2 может дать фору даже современным самолетам. Самолет в небе чувствует хорошо, полет прошел удачно. Самолет в целом, летчики живы. Увидеть легендарный летающий танк смогут все желающие. Он еще раз поднимется в небо над Самарой 7 ноября во время парада памяти, который пройдет на площади Куйбышево в 12.00. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Константин Головин.